Аналитическое направление в журналистике очень интересно, поскольку оно предполагает очень комплексный подход к работе с материалами, к работе с информацией. Собственно, от других жанров его отличает именно вот этот комплексный подход и то, что журналист должен проработать, перелопатить очень большое количество информации, проанализировать её и предоставить читателю или зрителю в простом доступном виде. Есть три ключевые задачи. Первая — это разъяснение сути разных явлений, событий, а также демонстрация тенденции и их развития. Вторая — это анализ и распространение передового опыта решений тех или иных социальных вопросов и политических вопросов или каких-то проблем, которые существуют, например, экологических. И третья — это критика неэффективных или ложных путей развития установок и ориентиров. Это может касаться страны в целом, это может касаться какой-то компании, это может касаться какого-то процесса. Журналист анализирует, критически подходит к этому анализу, но в конце обязательно должен быть выход. То есть должны быть выводы, может быть даже рекомендации решения проблемы или же другой вариант — это прогнозы. Очень важно вначале, когда мы выбираем тему, задать себе несколько вопросов. Как события, как эта тема, которую выбирает журналист, будет влиять на население, на общество. С другой стороны, насколько эта тема важна, насколько она показательна, насколько она определяет какие-то тенденции, указывает на путь развития. Также важно, насколько эта тема вызывает интерес у общества. Будет ли влиять этот материал, который разрабатывает журналист, на жизнь людей, может в стране или, может быть, в городе, зависит от того, о чём пишет журналист. Если мы говорим о комплексной сложной теме, этих источников всегда должно быть много, не один, не два и даже не три. Журналист должен хорошо поработать с источниками информации, собрать эту информацию. Следующий этап, когда уже информация собрана, — это происходит анализ и обработка этой информации. Журналист должен её структурировать, какую-то часть ненужную отфильтровать, потому что есть такое правило, что мы всегда собираем намного больше информации, чем мы потом её используем. Это нужно для того, чтобы журналист сам глубоко понял проблему или явление, о котором он пишет. Вот это много информации, оно позволяет журналисту сделать потом правильные выводы или прогнозы. Следующий этап — это когда уже информация структурирована, проанализирована. Журналист может приступить уже к разработке именно этого прогнозирования или оценке того, о чём писал, о чём была собрана информация. Естественно, как уже говорилось вначале, важно для аналитических материалов, это всегда важно, а что будет потом, как можно решить ту или иную проблему, какие есть пути развития, чтобы материал не заканчивался тем, что вот у нас всё плохо. Есть такое выражение, всегда мне оно очень нравится, когда говорят, если ты критикуешь, то предлагай. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова